Всем привет! Сегодня бы я хотел поговорить с вами о недовольных родителях, борцунах за права российских детей, злых фемках, куда уж без них, и самое главное, мире манной каши. Ведь именно в эту субстанцию, судя по всему, и хотят превратить наше медиапространство в самые ярые защитники крепкой семьи и счастливого детства. К постоянным крикам о пропаганде радужного флага и всего, что с ним связано, думаю, вы поняли, что я имею в виду. Все уже привыкли. Лахова борется с мороженым, фанаты Сони с девушками из The Last of Us 2, в общем, все предели. Но когда на этой неделе появились новости о пропаганде феминизма, это уже что-то новое. Общественную полномочную по защите семьи попросила Роскомнадзор заблокировать сериал Чики, потому что он пропагандирует ЛГБТ и феминизм. Неожиданный поворот. Еще автору жалобы не нравится, что перед каждой серией Чик показывают телефон доверия для жертв домашнего насилия. Я терпел, когда в сериалах в прайм-тайм прославляли уголовников. Я молчал, когда герои российских фильмов отпускали тупые сортирные шутки. Я не возмущался, когда ведущие центральных телеканалов матерились и устраивали драки в прямом эфире. Но показывать перед каждой серией телефон доверия? Они что там, совсем поехавшие? Запретить! Ну бьет тебя муж, сиди молча. По телефону она названивает. Позорище. Но обо всем по порядку. В чем же конкретно состоит пропаганда феминизма по мнению полномочного по защите семьи Ольги Баранец? Вообще сама фраза пропаганда феминизма просто гениальна. Я надеюсь, что мои зрители понимают, что феминизм и мужененавистничество это разные вещи. Так же как призыв давать терапевтический лещ хитрине не борьба за мужские права. Отсылочки к прошлым роликам подъехали. Девушки, у вас есть полное право распоряжаться своей жизнью так, как вы хотите. Хочешь быть матерью? Великолепно. Не хочешь заводить семью? Твое право. Пользуешься косметикой? Отлично. Не пользуешься? Тоже круто. Ты не яйцеклетка на ножках. Ааа, пропаганда феминизма! При этом мужчины в сериале выступают в роли исключительно сутенеров, бывших уголовников, бандитов, применяющих насилие в отношении окружающих. Встречаются также безвольные и ни на что не способные личности, что является пропагандой феминизма и действиями, направленными на уничтожение достоинства человека, либо группы лифт по признакам пола, возбуждение ненависти, либо вражды. Ну вот тогда у нас почти все фильмы и сериалы начала двухтысячных сплошная пропаганда феминизма. Пропаганда! Наличие в художественном произведении отрицательного персонажа это действие, направленное на унижение человека по признаку пола. Бух! Мне, допустим, не нравится Печорин. Уже ненавистник написал. А вы посмотрите на старуху проценчатого преступления и наказания. Ну явные же ноты мезогении. Федор Михайлович, я вас все равно люблю. Слушайте, если вы посмотрели сериал, к тому же это сериал Чики, и вы сделали вывод о всех мужчинах, у меня для вас плохие новости. Если ты парень и персонажи на экране унижают тебя как мужчину, у меня для тебя плохие новости. Если ваш ребенок посмотрел художественное произведение и теперь выстраивает всю свою жизнь на основе полученной информации, уважаемые родители, где-то вы серьезно оступились. А, и у меня для вас плохие новости. Интересно, а тот факт, что все главные героини бывшие проститутки, это тоже один из столпов феминизма и пропаганда? Или все же нет? Главная претензия уполномоченного по защите семьи в Петербурге и Ленинградской области? Вот это должность. О ней мы еще поговорим. Сериал могут увидеть дети. Когда я слышу эту фразу, у меня не только глаз начинает дергаться, но и волосы выпадать. Немного фактов. Сериал имеет рейтинг 18+. Окей. Полную и, внимание, легальную. Версию Чик можно посмотреть исключительно по подписке на сервисе Море ТВ. Тут могла бы быть реклама. Но ее нет. Что еще должна сделать киноиндустрия, чтобы уберечь вашего ребенка от просмотра? Какая разница, какой рейтинг? Десятка случайно может попасть. И вот тут мы как раз и переходим к этому самому миру манной каши. В окружающей нас в действительности огромное количество явлений, предметов, информации, потенциально опасных для ребенка. И единственный способ на 100% уберечь Сереженьку, это удалить нафиг все, что ассоциируется со взрослой жизнью. В фильме 18+, ребенок узнает об убийствах, сексе и преступлениях. Запретить. Сигареты, алкоголь, таблетки. Привет, зависимость. Запретить. Книги в магазине? Про Анну Каренину напомнить? Запретить. Э, это я еще даже про Камасутру не вспомнил. Ну, технически уже вспомнил. Кулинарное шоу на ТВ? Привет, игры с огнем и ножами. Запретить. Уроки профориентации в старших школах? Ну это же просто оголтелый феминизм. Сплошных старородок готовят. Запретить. Дважды. Слушайте, я уже как-то на стриме предлагал создать партию. Предлагаю запретить. Тавтология лучший друг филолога. Все, что нам не нравится, запрещаем. Предлагайте в комментариях список того, что в первую очередь попадет под замок. Предлагаю запретить и ваша версия. Выбор уже скоро. Мы должны наработать контент для потенциальных сторонников. Понятно, что я утрирую, но если серьезно рассуждать, чем какое-нибудь молчание ягнят отличается от Чик? Ну, за исключением художественной ценности и пяти оскаров. Убийство, каннибализм, прощай зеленая монета. Главный герой сидит за решеткой, а героиня спокойненько себе расхаживает на свободе, да еще и с преступниками борется. Пропаганда феминизма, повесточка, леваки. Это дети можно смотреть? В плане размещения доступности та же ситуация, что и с Чиками легально. Подчеркну это слово. В России этот фильм можно посмотреть только по подписке Кинопоиска. Еще одно потерянное рекламное место. Но ведь дети могут наткнуться на версию фильма на запрещенных сайтах. Подаем в суд на Кинопоиск и создатели фильма. Давайте удалять все, на чем стоит метка, больше 0+. Но представьте себе, даже многодетные родители далеко не факт, что хотят жить в нереманной каше. Могут мечтать о вечере в компании взрослого контента. Я сейчас не об эротике. Хотя, почему бы и нет, взрослые люди. Но ведь сыночек может на него в интернете наткнуться. Поэтому смотрим только фиксиков. Это как сайт Научи Хорошему выпускает брошюру, в которой объясняет, как такие сериалы, как Симпсоны, Гриффин и Саус Парк влияют на сознание дошкольника. Хотя это мультфильмы для взрослых 16+, и 18+, соответственно. Что? Анимация бывает не только для детей? Мой мир никогда не будет прежним. Как бы мама с папой не прятали ребенка в кастрюлю с манной кашей, подросток рано или поздно столкнется с вредными вещами. Хотя, если уйти в лес, и если воспитанием занимались, если развивали художественный вкус, если с сыном или дочерью обсуждали сложные и порой спорные темы, ребенок, едва наткнувшись на чик, не станет проституткой. Да, несмотря на то, что героини пытаются уйти от своего прошлого, по мнению Баранец, сериал является пропагандой еще и проституции. Похлопаем. Когда на прошлой неделе широкая общественность познакомилась с Ольгой Баранец, многие, я думаю, обратили внимание в первую очередь на должность. Уполномоченный по защите семьи. Согласитесь, какая-то тетя из Питера борется с чиками, звучит не так эпично, а тут серьезные люди на ринге. Но потом в СМИ появилось сообщение Оксаны Пушкиной. Зам главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщины, детей Оксана Пушкина заявила, что Баранец не омбудсмен, нереальный член института уполномоченных по правам человека в России. Общественный уполномоченный – это самоназвание, такое же, как называть себя Наполеоном, в стенах специализированных медицинских учреждений. Шутка про партию предлагаю запретить, уже не кажется всего лишь шуткой. На этом с шутками в этом видео мы с вами закончили, потому что в интервью телеканалу «Дождь» Ольга Баранец заявила о возможном суде с Оксаной Пушкиной и заодно еще и ведущему пригрозила этим же самым судом. Вопрос не понравился. Поэтому никаких шуток, только факты. На официальном сайте общественного уполномоченного можно найти массу интересной информации, а заодно понять, чем, собственно говоря, эта организация занимается. Да, делать прививки или нет – исключительно выбор родителей, считает Ольга. А вот секс-просвет, уроки психологии, сериал «Чики» – здесь никакого выбора быть не должно. Это нужно запретить, ведь это вредно. Им наплевать, что там думают другие родители. Срочный сбор подписей против закона ОСНИЛС. Завтра может быть поздно. Православная общественность России объединяется для борьбы с цифрофашизмом. И прочие важные и полезные инициативы. Я серьезно. Никаких шуток. Мы же с вами договорились. В Инстаграме организации можно найти план действий для борьбы за будущее российских семей. Первый этап борьбы за семью. Направление благодарственных обращений в адрес Валентины Матвиенко за создание и организацию работу Временной комиссии Совета Федерации по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса РФ. Серьезные действия? Все еще не шучу. Это даже круче войны с чиками. Благодарственное письмо. Россия будущего. Как бы вы ни относились к этой организации, ситуация на самом деле гораздо серьезнее. Постоянно появляются крики о запретах и ограничениях. В комментариях в Инстаграме одна мамочка интересуется у полномоченного. А как бы целые телеканалы запретить? А то я оставляю ребеночка у телевизора, а он может что-нибудь увидеть. Серьезная проблема. Тут письмом с благодарностями не обойдешься. ЛГБТ для нас это должна быть красная лампочка. У нас должна быть красная лампочка. Это опасность. Это хуже, чем фашизм. Поверьте мне. Даже фашисты, когда я читаю про кульслагерь, я понимаю, что даже там какая-то была человечность. Здесь полное уничтожение направлено в этой идеологии. ЛГБТ хуже фашизма. Ммм, замечательно. А реабилитации фашизма тут не попахивает? Ольга, тоже вы так хорошо в законах разбираетесь? Вот сейчас у нас стратегия детства, права ребенка. Почему права ребенка? Почему у ребенка должны быть особенные права? Мы все граждане России, и дети, и взрослые, и старики, у нас у всех одинаковые права. Дети все у своей особенности психологической не могут иметь обязанности. Поэтому и прав у них таких нет. Почему их надо выделять отдельно? А может быть у детей должны быть особые права, потому что они не могут себя защитить? Ну как вариант. Потому что находятся в полной зависимости от родителей? Это у взрослого человека есть возможность разорвать опасные отношения. У ребенка ее нет. А вообще, когда слышишь такую фразу из уст борца за семью и детей, как-то грустно становится. Так вот, за правами ребенка, за самой вот этой вот формулировкой, стоят педофильские организации. Закон, который с ним выносили защищающие женщины. Хотя бы поддержали этот закон 70 организаций. Мы проанализировали, что это за организация. Оказалось, 20 из них. Есть название, феминистские какие-то слова. Пропаганда! Я уже не раз говорил, что подобные борцуны за светлое детство являются лучшими пиарщиками вредной продукции. Прошу прощения у создателей сериала Чики, идейных феминисток, представителей ЛГБТ, кто там еще в новости засветился. Но до всей этой истории я на прошлой неделе не вспоминал ни о жизни лесбиянок, ни о феминистках, ни о проститутках. И на первое место в новостях Яндекса все эти темы вывела именно Баранец. И что-то мне подсказывает, подобная реклама явно привлекла зрителей. В том числе и несовершеннолетних. Но это все мелочи. Главное пропаганды феминизму не допустить. Ну и пожалуй самое важное. Я не пытаюсь защищать сериал Чики. Не говорю плохой он, хороший. Я за выбор. Если кто-то считает песни какого-нибудь певца недостойными своего слуха, какую-то ленту недостаточно изысканной для просмотра, отлично! Не слушай и не смотри, но не отбирай это право у другого человека. Если ты не хочешь, чтобы твой ребенок потреблял какой-то контент, великолепно, вперед из песней. Но если у тебя нет времени следить за своим сыном, другие-то почему должны страдать? Моя дитя такая нежная, блокируем все, что мне не нравится. Сфигали! А если вам понравилось это видео, то обязательно поддержите его лайком. Кроме того, не забывайте про подписку, колокольчик, комментарии. Обязательно пишите, что бы запретили вы. Огромное спасибо каждому, кто является спонсором этого канала. Ну а я встречусь с вами уже на этой неделе в пятницу в 20.00 на моем стриме. И в следующий понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи!